Всем привет! Меня зовут Ирина Мальцева, я основатель онлайн-школы выпечки на закваске «Живой хлеб». Хочу поделиться с вами своей радостью. Я получила вот такой вот огромный, замечательный набор кухонного инвентаря. Мне давно хотелось иметь все одинаковое, потому что что-то где-то подарили, что-то сама купила в Икее, все разнокалиберное. И очень здорово, что теперь у меня одинаковые будут инструменты на кухне, ну и к тому же высококачественные от фирмы Oberhof. Давайте посмотрим подробнее. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь в наборчике. Первое, что бросается в глаза, это то, что ручки сделаны из нержавеющей стали, а сам материал приборов высококачественный нейлон. Вот, выдерживает температуру до 210 градусов, то есть вы можете не переживать, что что-то у вас там расплавится на сковородке вдруг. То есть все очень сделано добротно и качественно. Также, смотрите, на ручках есть отверстие, поэтому если у вас на кухне рейлинг расположен, то вы все аккуратненько вот так вот можете подвесить, закрепить, и у вас будет все висеть на виду очень организованно. Терочка, венчик, венчик большой и очень удобный, давно хотела такой, потому что у меня маленький, железный, не всегда удобно взбивать, иногда хочется большую ручку. Лопатка такая добротная, большая лопатка. Здесь на самом деле очень много всего, что-то еще, видите, даже еще не распаковала, но все прям классное. На каждом инструменте стоит маркировка, то есть все отлично. Лопаточки для кондитеров пригодятся. Пюрешку будем делать. А это отделитель белков и желтков. Узнаем. Так, это силиконовая кисть, тоже на классной длинной удобной ручке. И где-то я еще видела, что должен быть нож для пиццы. Нет, это открывать банки, тоже, кстати, классно. Еще, что немаловажно, для меня это значимо, что нейлон, он не впитывает запахи и, соответственно, у вас потом не будет пахнуть от приборов. Ну и, конечно же, то, что можно запросто мыть это в посудомойке, потому что не люблю, честно говоря, возиться с посудой. У меня занимается этим посудомойкой, все процесс делегирован, поэтому это классно и удобно. Нашла нож для пиццы, тоже такой добротненький, и обязательно его попробую. Я приготовила пиццу, и давайте попробуем мой новый нож, как он ее разрежет. Так, кусочек. Все супер. А еще вот такая вот лопаточка, очень маленькая, я таких не встречала. Я думаю, лопатка идеально подойдет для разравнивания поверхности у ржаного хлеба. Обязательно вам покажу, как она работает. Думаю, будет здорово, потому что лопаткой стандартного размера бывает неудобно, особенно если вы хлеб выкладываете в формочку L11. Поэтому покажу вам в работе. Я хочу попробовать разровнять вот этой вот лопаточкой верхушку ржаного хлеба. Видите, как у меня все это неаккуратно в формочку легло. Специально не стала ничего поправлять, так и оставила для того, чтобы попробовать загладить тесто. Обычно я это делала обычного размера лопаточкой, но иногда вот для таких особенно небольших формочек, это у меня L11, я думаю, удобнее как раз вот использовать небольшую такую лопатку, чтобы получить аккуратненькую верхушку нашей буханочки. Во все уголки вот так вот можно зайти и подровнять. Смачиваю в холодной воде для того, чтобы у меня не прилипало ржаное тесто. Вот так вот аккуратненько получается. Вторую буханочку тоже разровняем. Оверхоф это европейский бренд. Все инструменты высококачественные и рассчитаны на длительный срок службы. Ну и сегодня сразу я решила испечь блины. Блины, конечно же, у меня на закваске. И взяла сразу же новый половничек. Идеально по размеру у меня как раз для моей сковороды подходит. Как раз один половник вылила. И вот такой вот замечательный пузырястый кудрявый блиночек у меня получается. Вот такой вот замечательный набор. Очень им довольна. Ссылочку я оставлю в описании. И вы сможете тоже себе такой заказать, если хотите, чтобы у вас все было, все инструменты были под рукой. И вам не нужно было ничего докупать. И при этом высококачественное изделие, которое вы сможете применять у себя на кухне. Ну а я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вы этого не сделали. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok